Нина Алексеевна Усатая нашла свое призвание еще в детстве. К тому, чтобы стать педагогом, ее подтолкнула учительница начальных классов. Пришла Мария Васильевна Лентовская, и она меня все время как-то подталкивала работать с октябрятами, с малышней. Мы ходили, кулировали детский сад и все. И у меня как-то я пристрастилась к этому. Прежде чем стать учителем, Нина Алексеевна много училась. И в школе, и в училище, и в университете. По семейным обстоятельствам вместе с супругом и сыном она переехала в Барнаул, где окончила я аспирантуру по физической химии. Даже когда работала после окончания аспирантуры, я брала все равно младшей группы. Ну а потом сын немножко выздоровел, и муж затасковал, хочу в Молдавию. Он молдаванин, скатюжен сам был. К сожалению, его уже много лет нет. После этого семья Нина Алексеевны переехала в Чедерлунку, где молодой специалист сразу устроилась работать учителем химии. Учителей не хватало тогда. Стала преподавать. Там создали кабинет. Ребята были великолепные, вы знаете. Они тогда язык знали очень слабо. Там гагаузы и болгары в Чедерлунке в то время жили в основном. И они выходили отвечать, пели. Как стихотворение. Прям ты знаешь, текст берешь и так сравниваешь и все это. В 1980 году мужа Нины Усатой перевели в Басарабяску, а ей предложили работать завучем в средней школе номер 8. Встретили меня великолепно. Спасибо Петру Леонтьевичу. Он, правда, к сожалению, бывшему директору. Когда он начал меня спрашивать, где я работала, что работала, вот, как бы, сижу я здесь, а он здесь. И потом он говорит молдавскую фразу произнес, которую я употребляю ее до сих пор. Шашами или партии. Первый урок в химии в девятом А классе. Вот, я захожу, они, а я была худенькая, маленькая, ну как, они встали все, ребята, как говорится, поздоровались, вроде бы поздоровались. Вот так головами это, не сказали здравствуйте, а именно головами это, мальчишки реферансы такие сделали. Я аж рассмеялась. И после этого ребятки уже немножко как-то по-другому стали относиться, потому что я относилась к своему предмету и к ребятам строго. Нина Алексеевна работала завучем по учебно-воспитательной работе. Тогда в школе училось 1265 учеников и работало 47 учителей. Приходила первая почти всегда, вот мы со сторожем приходили. Он приходил, он сдавал мне смену, а половина восьмого, как штык, я уже была, как говорится, здесь. По словам Нины Усатой, многие ее ученики продолжили после школы обучение по реальным дисциплинам. И у нас вот из школы многие ребята поступили с уклоном математики, с уклоном химии, кстати сказать. У нас фармацевты, врачи, даже в нашем районе, которые закончили нашу школу. После 49 лет педагогической деятельности Нина Алексеевна из-за проблем со здоровьем была вынуждена оставить свое любимое дело. Был этот вечер у восьмого класса, и мне там надо было выступать, я спешила. И когда я поспешила, я шла в туфлях, не в сапогах, хотела форсить. Поскользнулась и сильно упала. Я три месяца почти не разговаривала, меня дочка выхаживала, и отсюда учителя приходили, и они помогали, и все такое. И настояли даже у учителя тогда, что я должна школу оставить, и все. Я говорю, как я оставлю, как я буду, и все это. Она, Нина Алексеевна, рядышком придешь, мы тебя позовем, и ты побудешь. Добрые отношения с учителями нынешнего лицея Николай Гоголь у Нины Алексеевны сохраняются до сих пор. Бывшие коллеги порой обращаются к ней за помощью или просто приглашают в гости. И молодею, и здоровья намного больше у меня. Я просто чувствую, что я учителям еще нужна, понимаешь? А то, что я востребована, для меня это стимул очень большой. Недавно Нина Алексеевна побывала на празднике, посвященном 80-летнему юбилею лицея. Она смогла пообщаться со своими коллегами, увидеть, как изменился ее класс и школа в целом, вспомнить молодые годы. По словам Нины Усатой, учителем она будет ощущать себя всегда.